Энергосистема страны на пути к глобальной модернизации. Уже сейчас российские производители предлагают заменить типичные подстанции цифровыми. Это не плод воображения писателей-фантастов, а вполне реальные разработки отечественных компаний. Ноу-хау отрасли собрали в одном месте на международной выставке в Москве. Она прошла в новом павильоне ВВЦ. С подробностями мой коллега Дмитрий Ковалев. Чтобы посмотреть на других и показать себя, в Москву съехались более 500 российских и зарубежных предприятий. Разместить такое количество желающих, принять участие в выставке на ВВЦ было возможно только в одном месте. Свои экспозиции компании установили в недавно возведенном и, пожалуй, самом огромном павильоне. На каждом стенде хорошо знакомые потребителям и новейшие устройства. Сверхпрочные провода, мобильные станции для ремонта, приборы, которые отвечают за передачу энергии и бесперебойную работу. Более интересное, что сейчас цифровые протоколы, это 61-850, такой очень модный протокол для цифровых подстанций. Мы уже готовы к тому, чтобы мы можем тестировать. А на одном из чувашских предприятий в ближайшее время готовы поставить на поток производство цифровых подстанций. Подобные проекты сейчас разрабатывают многие научные институты. Что мы сделали сейчас? У нас все токи напряжения оцифровываются на объекте. И в терминалы сами поступают уже по оптическим каналам связи. То есть по оптике, по цифре. Но это будущее. Разработки дня сегодняшнего на стендах в виде небольших макетов. Последний писк модернизации отрасли – высокопрочные корпуса для оборудования. Вот, ну и ячейки. Ячейками занимаемся. Вот, цеха у нас новые строятся. Ну, динамичная, развивающаяся. Но на пятки российским производителям наступают иностранные компании. Одному из чебоксарских заводов уже не первый год приходится конкурировать с китайцами. За рубежом производят полные аналоги чуашских ритомов, но продают их в два раза дешевле. А ведь импортеры могут и сами прийти в Россию со своими наработками. Можно с Китая сюда не возить, можно производство у нас наладить и продавать уже здесь, на российском рынке. Другая проблема предприятия – энергоотрасли – тендеры. Зачастую, отмечают производители, участвуют в них специалисты без технического образования, делая ставку на дешевизну, нежели на качество. Хотя, с точки зрения практики, лучше взять продукцию, которая будет в следующие 50 лет работать, и к ней не надо подходить. Это должно закладываться уже конкурсной документацией технической специалисты. Должно, да. В любом случае электротехническая отрасль переживает лучшие времена. Производители успешно конкурируют с иностранными компаниями, предлагая востребованные и надежные продукты. На общем фоне чебоксары не теряются, сохраняя свою марку от центра релестроения страны. Наши предприятия быстро перестраиваются, гибко работают, и перспективы неплохие, можно сказать, хорошие. Понятно, другие страны мира тоже наступают, но мы здесь нисколько не отстаем. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.